МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как считают ученые, человеческое сердце обладает высокой надежностью и большим запасом прочности, которой хватило бы на жизнь в течение 150 лет. Но несмотря на это оптимистическое заявление, средняя продолжительность жизни не достигает 90 лет, а среди лидирующих причин смертности остаются сердечно-сосудистые заболевания. Так почему же наше сердце не использует весь ресурс, заложенный природой? Здравствуйте! Как вы уже догадались, сегодня наш разговор пойдет о сердечных делах. А сначала анатомия в цифрах. И несколько интересных фактов о работе сердца. Сердце человека – самый трудолюбивый орган. В течение одного года оно перекачивает достаточно крови, чтобы наполнить Олимпийский бассейн. А это более 2,5 миллионов литров. И делает для этого 38 миллионов сокращений. Вообще сердце среднестатистического человека бьется с частотой 72 удара в минуту. Таким образом, за 65 лет жизни сердце способно сократиться 2,5 миллиарда раз. Но и в этой работе существуют передышки, когда сердце молчит между сокращениями. В целом, за 70 лет жизни оно отдыхает только два десятка лет. Суммарная протяженность кровеносных сосудов человеческого тела в три раза превосходит длину экватора и равняется в среднем 120 миллионам метров. Сейчас время представить наших сегодняшних гостей. Сегодня о делах сердечных мы будем говорить с врачом-терапевтом, доцентом кафедры внутренних болезней номер 2 Гомельского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук Оксаной Николаевной Кононовой. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского медицинского университета. Это Наталья Рубан и Станислав Бондаренко. Здравствуйте. Ребята, традиционно мы начинаем программу с вопроса для вас. Он уже готов, поэтому внимание на экран. Сегодня операция на сердце, которую в свое время сравнивали с первым полетом человека в космос, это одна из самых распространенных в мире процедур по предотвращению инфаркта. А еще не так давно никто не верил, что ишемическую болезнь сердца можно лечить хирургическим методом. Тем более, что многочисленные опыты на животных заканчивались неудачно. А вот кто впервые осмелился поднять руку на сердце и когда это произошло, это вопрос для вас. Ребята, вопрос для вас уже прозвучал. Вы можете воспользоваться планшетами, пока подумать, вспомнить, подготовить ответ на этот вопрос. А мы пока начнем наш разговор. Оксана Николаевна, общеизвестно, что сердечно-сосудистые заболевания являются лидерами среди причин смертности ранней и смертности вообще. Что вы можете из своего опыта сказать о здоровье сердечном наших соотечественников? К сожалению, сердечно-сосудистые заболевания в нашей стране пока еще в печальных лидерах. А в топе такие болезни, как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, церебровоскулярное заболевание. И хочется сказать, что за последние 25 лет в 10 раз увеличилось количество вообще данных заболеваний. Среди основных причин возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, как это ни банально, это образ жизни, это низкая активность, стрессы, ну и в том числе и для наших соотечественников тоже. Как решаются эти вопросы в нашей стране через несколько минут? А вот какие меры принимаются в других странах, мы сейчас и узнаем. Итак, начнем с проблемы лишнего веса. В Объединенных Арабских Эмиратах почти 70% жителей страны имеют избыточный вес. Каждому, кому удастся сбросить хотя бы килограмм лишнего веса, выдают грамм золота. Это примерно 42 доллара в денежном эквиваленте. В США, где ожирением страдают 60% населения, тоже решили, что деньги – самый весомый аргумент в борьбе за здоровье нации. К примеру, в штате Алабама людям, которые покупают абонементы в фитнес-центры и тратят на спорт не менее 7,5% своих доходов, обещают существенно снизить налоговые выплаты. А вот в Японии проблема еще не достигла серьезных масштабов, но бороться с ней начали, как говорится, еще на берегу. Уже вступил в силу закон, согласно которому талия жителей Японии не должна превышать. У мужчин 85, а у женщин 90 сантиметров. Тем, кто превысил норму, приходится выплачивать штрафы. Несколько слов о борьбе с курением. В гималайском королевстве Бутан табак объявлен вне закона. За продажу сигарет введен штраф в размере 225 долларов. Это особенно впечатляет, если знать, что средняя зарплата в стране составляет около 16 долларов. Общенациональная компания в Швеции, которая получила название «Некурящие поколения», затронула всех, кто родился после 1975 года. Если шведский студент учится в норвежском Осло или датском Копенгагене и хочет получить стипендию, он должен бросить курить. Так распорядился фонд, который эти стипендии и распределяет. В Германии в закон о медицинском страховании внесена существенная поправка. Взнос «Некурящего» на 40% меньше. Логика простая и экономически беспроигрышная. В итоге такой пациент для медицины обходится дешевле. О причинах сердечно-сосудистых заболеваний, как оказалось, гомельчане также неплохо осведомлены. Как вы считаете, что является причиной инфарктов и инсультов? Я медик, я могу отвечать. Причины инфарктов и инсультов – неправильный образ жизни, постоянные стрессы, неправильное питание, ну и все в этом роде. По моему мнению, это, наверное, в первую очередь нездоровый образ жизни. Курение, алкоголь, неправильное питание, сбыточный вес, я думаю, тоже очень влияет на это. Образ жизни, возможно, неправильное питание, возможно. Когда человек не готов к той или иной ситуации, не подрассчитал свои силы, ну и в итоге происходит такая реакция. Усталость, забитость сосудов. Образ жизни. Я думаю, что это все нервное состояние людей. Люди должны вести спокойный и веселый, оптимистичный образ жизни. А если они грустные, пессимисты, и у них масса проблем, которым они иногда, ну, придают значение, не всегда так, как нужно было бы. Вот из-за этого и случается все это. Причин много. Возможно, потребление повышенных мучных продуктов, углеводов. Чрезмерные физические нагрузки тоже являются причинами. Ну, например, у спортсменов, я насколько знаю. Инфаркт, инсульт, в первую очередь, это волнение, переживание. А во-вторых, это питание. Безусловно, это жирная пища, холестерин и так далее. Наверное, все-таки это нервы, наверное. Это какие-то вредные привычки. Есть и рекомендации, как с такими проблемами справляться. Не есть. То, чего не положено, уже достаточно в печати, в газетах, по телевидению, везде. Не есть. Растительная пища. Спокойствие, еще раз спокойствие. Вести, наверное, здоровый образ жизни, прежде всего. Беречь себя. В первую очередь, конечно же, вести здоровый образ жизни. Отказаться от алкоголя, сигарет, заниматься спортом, правильно питаться. И все будет хорошо. Риск будет намного ниже, я думаю. Мне кажется, обязательно проходить профилактику и правильно питаться, правильно вести здоровый образ жизни. Вызвать доктора, в первую очередь. Надо всегда знать то, чего хочется от жизни, свои возможности. Вести здоровый образ жизни. Ну, конечно, избавиться от рядных привычек, это всех стараться меньше нервничать, чтобы не было стрессов, избегать всяческих конфликтов, чтобы лишний раз не переживать. Вовремя диагностировать проблемы со здоровьем. Надо заниматься спортом, надо ходить на интересные мероприятия, надо быть в гуще событий, надо работать, надо быть среди людей, и тогда будет все хорошо. Оксана Николаевна, ну, а все-таки как обстоит дело в нашей стране с этими вот моментами образа жизни? В нашей стране в последнее время, наверное, последние, наверное, 10 лет, очень много уделяется именно профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, это пропаганда здорового образа жизни, это пропаганда, причем с молодых лет, то есть начиная со школы, очень много ведется программ, есть, да, которые ведут, учат уже маленьких детей, обучают здоровому образу жизни. Очень много сейчас, очень модно и много и в нашей стране тоже на рациональное питание, да, то есть говорят о рациональном питании. Промышленность наша тоже начинает уменьшать и углеводы в пищевых продуктах, и количество соли в пищевых продуктах, что также является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, кроме факторов образа жизни, есть, наверное, и другие факторы, которые влияют на состояние сердечно-сосудистой системы, являются факторами риска развития заболеваний. Что это за факторы? Давайте их напомним. Ну, факторы риска, да, практически на 50% это здоровье человека, это его образ жизни, а, конечно, есть еще факторы, которые влияют на человека помимо образа жизни. Это, во-первых, есть такой диагноз горожанин, да, это жизнь в городе, да, в крупных городах, это экологическая обстановка. Немаловажный фактор, который мы уже никак не можем извинить, это наследственность. Очень важно знать наследственность по ранним сердечно-сосудистым заболеваниям у своих ближайших родственников. Это мужской пол, поэтому, наверное, вот мужчинам и нужно еще большее внимание уделять профилактике, потому что они уже генетически, да, в большой группе риска. Ну и, конечно, возраст. Чем больше возраст, тем, конечно, фактор риска, и фактор риска прибавляется, и риск сердечно-сосудистых заболеваний намного выше. Оксана Николаевна, но ведь известно о том, что причинами смерти среди сердечно-сосудистых, можно сказать, даже осложнений сердечно-сосудистых заболеваний являются инфаркт, инсульт, тромбоэмболические осложнения. Что приводит к развитию вот этих грозных осложнений у человека? Наличие предыдущего заболевания или все-таки вот именно наличие этих самых факторов риска? И как заподозрить о том, что начинается вот именно это грозное осложнение? О том, что начинается именно какое-то грозное осложнение, да, то есть подозрение или на инфаркт, или даже на какую-то цереброваскулярную катастрофу, да, нужно помнить о том, что она может быть уже и в молодом возрасте. Поэтому очень важно знать вот эти первые симптомы, когда у человека, может быть, при полном благополучии вдруг начинают появляться вот эти симптомы, про которые я сейчас скажу. Или, может быть, он знает о том, что у него уже есть заболевания, и на что нужно обратить внимание, такие острые моменты. Это, конечно, вдруг внезапное головокружение, внезапная головная боль, внезапная боль за грудиной или вообще боль в грудной клетке. Это потливость, это бледность, вот эти симптомы, на которые нужно обратить внимание. Если есть возможность измерить давление, очень важно в этот момент поверить давление, потому что чаще всего это на фоне высокого давления возникает. Внезапно возникшая одышка, и нужно еще помнить о том, что эта боль может быть не обязательно очень интенсивна, да, есть проявление, атипичное проявление, когда острых состояний. Это может быть и боль в животе, она может и радиировать, например, в челюсть, в руку. Ну, то есть все, что вдруг человек себя почувствовал не так, как обычно, и он начинает понимать, что что-то с ним происходит не так, в этот момент нужно быть настороженным. Понятно, что в такой ситуации счет идет уже на минуты для жизни. Что нужно сделать для того, чтобы жизнь спасти? Да, так называемая доврачебная помощь, да, очень важная. Если человек один дома, важный момент – это сразу вызвать скорую помощь и открыть дверь, чтобы, если вдруг он, не дай бог, потеряет сознание, чтобы был доступ к скорой помощи. Важный момент – без всякой физической нагрузки, то есть не надо уже ничего делать, просто сесть или прилечь и дожидаться помощи, если он один дома. Если кто-то есть рядом, то это, конечно, очень хорошо, нужно человеку открыть доступ свежего воздуха сделать, расстегнуть ремни, рубашки, попытаться успокоить человека. Опять же, все это делается в момент, когда вызывается скорая помощь, и просто дожидаться скорой помощи. Если человек раньше принимал, например, нитроглицеин, у него боль возникла за грудиной, то можно дать таблетку нитроглицеина. Если раньше он никогда не принимал, и мы не знаем его уровень давления, то здесь, наверное, лучше не рисковать, чтобы не было коллапса, а просто дожидаться помощи. Потому что есть такое понятие «терапевтическое окно», помощь успеет, помощь дойдет, просто не нужно именно физическая нагрузка. Прилечь или присесть и дожидаться помощи. Спасибо, Оксана Николаевна. Сейчас я предлагаю послушать ответы наших ребят на первый вопрос, который был о том, кто же поднял руку первым на сердце. Кто будет отвечать? Можно я? Да, пожалуйста, Станислав. 25 февраля 1964 года заслуженный научный деятель, профессор Ленинградского медицинского университета Василий Иванович Колесов провел успешную операцию «Мамара коронарное шунтирование» у пациента 44 лет с выраженной стенокардией. С тех пор эту операцию во всем мире называют операцией Колесова. Однако в 1896 году немецкий хирург Рен выполнил также операцию на сердце у 22-летнего садовника в связи с ранением его. Разница в том, что профессор Колесов выполнил операцию по ревоскулиризации сердца для профилактики инфаркта. А хирург Рен выполнил операцию по экстренным показаниям. Ну что ж, я думаю, что ответ достаточно полный. Ребят, я вам предлагаю сейчас второй наш вопрос. Внимание на экран. Ребята, для вас второй вопрос. Звучал? Пока вы будете составлять правильное меню для сердца, мы продолжим наш разговор. Оксана Николаевна, есть такое понятие, как нарушение сердечного ритма. Многие люди к этому относятся несерьезно, не считают, что это заболевание. Но на самом деле проблема ли это? И как у себя определить, правильно ли бьется сердце, ритмично или нет? Нарушение ритма в любом возрасте это сигнал. Сигнал тому, что, наверное, в некоторых моментах это нужно просто обратить внимание на свой образ жизни, возможно, с ним что-то не так. А в другие моменты это, возможно, начало какого-то сердечного заболевания. Аритмия, это всегда не как отдельная нозология идет, а это всегда симптом то ли образа жизни, то ли какого-то уже имеющегося заболевания, начала заболевания у человека. Что при этом человек чувствует? Как он может определить эту аритмию? Иногда аритмии могут вообще протекать бессимптомно, бывает так, что люди вообще никак не обращают на это внимание. Могут обратить, во-первых, они могут почувствовать у себя пульс, если это очень часто начинает появляться, они начинают говорить о том, что то они чувствуют сердцебиение, как будто бы сердце выскакивает из груди, то ли какой-то перебой в работе, сердце тоже чувствует. И когда вот эти симптомы начинают появляться часто, конечно, первая рекомендация – это идти к доктору, к любому ближайшему доктору-терапевту или кардиологу в свою поликлинику и провести обследование сердца. Что в этом случае рекомендует врач? Какие обследования проводятся, чтобы действительно диагностировать аритмию? Есть такое понятие – ловить аритмию. Не всегда обычная банальная электрокардиограмма может выставить диагноз по аритмии. Поэтому в данной ситуации помогает суточное мониторирование электрокардиограммы или холтер ЭКГ. Оксана Николаевна, но всегда ли аритмия – это как заболевание сердца, вот признак? Или есть такие другие заболевания, при которых тоже нарушается ритм, а при этом сердце здоровое? Иногда бывают даже не заболевания, а бывают состояния. Например, это употребление алкоголя, это какие-то психостимуляторы, это стресс, допустим. Это курение, даже банальное курение, особенно у молодых, они могут давать нарушение ритма. Это, если говорить о каких-то других заболеваниях, то в первую очередь вспоминается сразу гормональное заболевание. Это проблемы с щитовидной железой, это климакс у женщины, начинающийся климакс, вот особенно начинаются первые симптомы. Еще нарушения могут быть при каких-то острых инфекционных заболеваниях, то есть при синдроме общей интоксикации. При высокой температуре, да? При высокой температуре, допустим, грипп у человека, да, то есть могут возникнуть нарушения ритма. Даже гастроэзофигиальная рефлюксная болезнь, в последнее время очень много говорят об этой болезни, тоже могут вызвать нарушения ритма. Иногда в беременности у женщины меняется положение сердца и тоже могут возникать нарушения ритма. Это может быть как учащение, так и урежение ритма, перебои. Экстрасисталии наиболее часто, вот симптомы. Ну, нужно помнить о том, что обратиться во время к врачу, да? Всегда. Чтобы все-таки исключить, есть ли действительно серьезная проблема или это временное явление. Или нормализовать, хотя бы попытаться свой образ жизни, потому что иногда даже просто нормализация своего режима труда и отдыха, то есть нормально днем работать, а ночью отдыхать, иногда этого достаточно, чтобы восстановился ритм нормальный у сердца. Оксана Николаевна, давайте сейчас послушаем ответы наших ребят о том, какие же продукты полезны для работы сердца. Для хорошей работы сердца необходим комплексный прием микроэлементов, особенно калия. Его много в фруктах, таких как бананы, свежих абрикосах и сухофруктах. Также для сердца полезны свежие, практически все свежие фрукты. Поэтому летом необходимо есть как можно больше свежих яблок, груш, слив, а также всевозможных ягод. В их составе большое количество антиоксидантов, поэтому это является хорошей профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы. В свой рацион необходимо также обязательно включать орехи, так как они содержат много жирных кислот, омега-3, витамины, калий и магний. Не стоит забывать и о зеленых салатах. В их составе большое количество витаминов К, С, которые помогают укрепить работу сердца, нормализуют свертываемость крови, а также вводят из организма плохой холестерин. Не следует забывать и о рыбе, так как, например, лосось содержит полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, которые помогут эффективно снизить артеальное давление. Но для сердца полезны не только красные сорта рыбы, а также другие виды сорта жирной рыбы, такие как сардина, тунец, сельдь. Оксана Николаевна, может быть, есть еще что-то, что можно добавить в рацион, полезный для работы сердечной мышцы? Для работы и вообще здоровья сердечно-сосудистой системы можно было бы добавить все-таки снижение количества потребления легкоусвояемых углеводов. Именно то, что придумано человеком. Да, рафинад, сахар рафинад и все продукты, содержащие его, потому что это очень важно. Сейчас очень много уделяется внимания именно в профилактике снижения потребления сахара у человека. Плюс хотелось бы добавить, что очень важен колораж, да, то есть колораж потребления в соответствии с образом жизни человека. Ну а по продуктам, наверное, правильно. Просто сердце очень любит калий, магний, натрий, кальций, вот эти вот микроэлементы он очень любит. Поэтому, наверное, везде, где злаки, мы забыли уточнить, что злаки тоже очень важно. Итак, сегодня гостями программы «Тело человека» были врач-терапевт, доцент кафедры внутренних болезней номер 2 Гомельского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Оксана Николаевна Кононова и двое студентов Гомельского медицинского университета Наталья Рубан и Станислав Бондаренко. Спасибо большое за нашу сегодняшнюю беседу и до новых встреч! Томас Эдисон, известный американский изобретатель, в свое время говорил, при помощи физических упражнений и воздержанности большинство людей может вообще обойтись без медицины. Возможно и так, он пользовался этим принципом и прожил до 84 лет. Берегите себя, не болейте, а если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин